Начало 20 века. Обширные пустыни Аравийского полуострова еще поделены между враждующими племенами, верность которых непостоянна, как зыбучие пески. Субтитры создавал DimaTorzok Фильм компании Warner Brothers Pictures Дарак Бен Амар представляет Фильм Жан-Жака Анно В ролях Антонио Бандерас, Тахар Рахим, Марк Стронг Фрида Пинто, Рис Ахмед, Лия Кебеде, Кори Джонсон, Акин Гази, Эрик Эбуани, Латфи Дзири По роману Ханса Ройша «Большая жажда» Автор сценария Менно Мэйс Композитор Джеймс Хорнер Продюсер Тарак Бен Амар Режиссер Жан-Жак Анно Черное золото Желтый пояс Где-то в Саудовской Аравии Продюсер Тарак Бен Амар Продюсер Тарак Бен Амар Вот мои условия. Все, что мне нужно, это твоя дружба. И мои сыновья. Страховка для нас обоих. Пока они живут под моей крышей. Я не пойду на тебя войной. Но меч рубит в обе стороны. Мы тоже не можем с тобой воевать. Твои сыновья гаранты мира. Я буду растить их вместе с моим сыном Тариком и дочерью Лейлой. А желтый пояс? Давай посмеемся над тем, что мы устроили войну ради этого клочка песков. Предлагаю сделать его ничейной землей между нами. И никогда не претендовать. Аллах мой свидетель. Я согласен. Аллах наш свидетель. Саллах, не забывай, что ты мой старший сын. Ты унаследуешь мой трон. Защитишь честь нашего рода. Ауда, слезы напрасная трата воды. Не горюй, Сиди. Время пролетит быстро. Можно подумать, что он победил. Да будут подобны ему все наши враги. Город Хабейка. Султанат Несиба. Мне жаль, но я должен сказать, что... Ваша мама, принцесса Замира... Скончалась. В какой руке? Лейла! Лейла! Ауда! Вот вы где. Что вы тут делаете? Лейла говорит, что наши мамочки присматривают за нами с небес. Лейла! Принцесса! Вам нельзя играть с мальчиками. Вы теперь взрослые. Пойдемте в дом. Лейла, дорогая моя. Идемте. Годы спустя. Им нужна вода. У них есть колодец. Колодец заражен бактериями холеры. В Париже такое случается? Моя жена умерла бы в Париже. Нет, Ваше Величество. А в Лондоне такое бывает? Последняя эпидемия холеры в Лондоне была лет сто назад. Значит, мы отстали от Запада на сто лет? Скорее, на тысячу, Ваше Величество. Тарик, сын мой, есть ли проклятие страшнее, чем быть бедным султаном? Я ничего не могу вырастить. Поэтому мне нечего перевозить. Мне даже продать нечего, потому что никто не захочет сюда приехать. Воистину, быть арабом значит прислуживать официантам на мировом банкете. Это называют Домом Аллаха. На много миль вокруг ничего нет. Что это за дорога? Северная дорога. Идет на юг в Хобейку и строго на север в Салмаак. Ой, ой. Красавица мой. На что ты смотришь? Я надеюсь, что в ясный день увижу Салмаах. Слишком далеко. Знаешь, Салех, странные вещи творятся. Какие? Я не могу вспомнить, как выглядит наш отец. Вот так. Он выглядит так. Дай. Продолжение следует... Девушки отдыхают. Прошу прощения, джентльмены. Я Несип, султан Хабейки. Сэм Туркеттл, Ваше Величество. О, вы художник, мистер Туркеттл? Нет, сэр, я работаю на нефтяную компанию «Тексенойл». Что ж, здесь нефти нет, мистер Туркеттл. Только песок, солнце и ветер. Полгода он дует с востока, это зима. А другие полгода с юга, это лето. Ага. Я не согласен с вами, сэр. Вот это, это, это чёрный сланец. Ну, такого добра здесь везде полно. Обычно он говорит о том, что под землёй есть нефть. Понюхайте, Ваше Величество. Смелее. На что похож этот зон? На нефть. Сланец ведёт себя словно губка. И это не просто нефть. Вы внюхнёте ещё разок, Ваше Величество. Запах горький или сладкий? Довольно сладкий. Точно! Сладкая нефть-сырец. Лучшая нефть на свете. И вы готов поспорить, сидите на огромном её количестве. Готовьтесь стать богатым. Богатым? Невероятно богатым. Вы говорите, невероятно богатым, мистер Туркеттл. Насколько богатым? Ну, Ваше Величество. Одна скважина может давать 100 тысяч баррелей нефти в день по доллару за баррель. Триста шестьдесят пять дней в году. Я буду богаче английского короля. У английского короля поля травы и полная шляпа дождя. Да. Тарик! Кто это? Линдберг? Какой-то человек из Техаса. Говорит, что нашёл нефть. Правда? А где именно вы это нашли, мистер Туркеттл? Эй, Джонни! Как это место называется? Жёлтый пояс, Ваше Величество. Жёлтый пояс. Жёлтый пояс. Крепость Салмаах. Султанат Амара. Слепец, встающий на колени перед Аллахом, более счастлив, нежели жадный человек, способный видеть. Ибо он пытается утолить свою жажду песком. Что он пишет? То, что пишут, когда знают, что их письма читают. Но он призывает тебя, ленивый брат, не забывать упражнять тело. Салех, нет! Отдай, они дорогие. Отними! Ну, отдай! Поймай меня, братишка. Братишка, живей, живей, живей! Стыдно быть таким неповоротливым. Принцесса, говорят, что он обещан вам. Кто так сказал? Все говорят. Это мы увидим. Ха-ла-лу-я! Да пребудет с вами Аллах, полковник. На переговорах с Амаром сделайте ему это предложение. Но только если иначе не выйдет. Разумеется. Прошу вас, можно мне с ними? Даю слово, что вернусь обратно. Отец сам заставит меня вернуться. Ты нужен мне здесь, Салех? Зачем? Для соколиной охоты? Потерпи. Скоро ты вернешься в Салмах. Не возвращайтесь, пока не заключите сделку. Полковник, передайте отцу, что я упражняюсь. Во имя всемилостивого Аллаха. Исламский институт. Исламский институт. Дальше. Сын, Туркеттл, министр. Где ножницы? Потерялись и мир. Военно-воздушная база Эль-Несиб. Спасибо, отец. Не за что. Ашер-Абим! Ашер-Абим! Аудо, иди первым. Давай. Библиотека Эль-Несиб. Это тебе. Ауда, я знаю, ты очень любишь книги. Не так ли? Я назначаю тебя главным моим библиотекарем. Иди ко мне. Ты счастлив? Он счастлив, счастлив, да? Хорошо, хорошо. А, вон твой стол. Иди, иди, иди. Садись, садись, садись туда. Садись. Господа, прошу вас. Ребята, вот так мы на юге день заканчиваем. Старый бурбон из киндур. Ваше здоровье. Лучшая жидкость на свете. Теперь мы богатые. За самых везучих парней в этой пустыне. Давай, поднимай, поднимай. Быстро, быстро. Поднимайте, быстро. Они привязали тяжелые детали к их ногам. И бросили в цистерну. И они буквально утонули в нефти. Думаем, это были Аль-Талабин. Или племя Аниза. Я еще не султан всей Аравийской земли. Я правлю пестрой группой племен, которые очень консервативны по природе. Им не нравится нефть? Единственное применение нефти, которое им известно, это компрессы для верблюдов, когда те заболевают чесоткой. Но я устрою для них целое представление. Посоветую с ними, насыплю им золото в карманы. И позабочусь, чтобы вы и ваши люди были под защитой. Было бы лучше, если бы вы, ваше величество, повременили с освоением желтого пояса. Я должен ждать следующей эпидемии холеры, следующей женщины, которая умрет в родах, как моя жена. Нашему народу нефтяное богатство нужно сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посланцы вернулись обратно в хобейку. Спасибо. Делегация вернулась. Мы возвращаемся. Давай! Что? Я надеюсь, что возвращается. Смотри. Иди сюда. Они очень утомлены. Надеюсь, они достигли согласия. Что он сказал? Он повторял неделю за неделей. Я дал свое слово и сыновей ради этого соглашения, свидетелем которого был сам Аллах. И нет оснований, чтобы я его разорвал. Но ты, конечно, сказал ему, что нефтяное богатство – это дар Аллаха. Он придерживается противоположной точки зрения. Султан хочет, чтобы вы знали. Он считает разработку желтого пояса нарушением договора. Я поеду к отцу. Не говори ничего. Может, поохотимся? Опять? Мы же только вернулись. Не ленитесь. Охотничий сезон. Слушайте, он же от переговоров не отказывается. Предложите ему больше. Я уже пробовал. Он ответил, что деньги не имеют никакой ценности. Правда? Никогда такого не скажу. Вы предложили ему вернуть его сыновей? Разумеется. Как вы меня и проинструктировали. Ауда, мальчик мой, иди сюда. Сейчас сложные времена, но мы найдем способ их пережить. Где твой брат? По-моему, он был несколько горчен. И поехал подышать свежим воздухом. Ясно. Красавица моя. Полетай. О, какая она красивая! Пожалуйста, не делай! Принц Ауда не мог не знать о планах брата. Он явно замешан в этом ужасном преступлении. Продолжение следует... Все равно, ты для меня мой брат. Сказано, каждый мужчина должен сделать в этом мире три вещи. Посадить пальму, выкопать колодец и родить сына. Ты выполнил хотя бы одно из трех. Я позволю тебе, с благословения Аллаха, начать с самого легкого. Да будет воля Аллаха, садитесь. Вместо того, чтобы судить оставшегося заложника Ауду, брата злобного убийцы Салеха, Несиб, султан Хабейки, повелитель южных племен, явив поразительную милость, счел возможным принять Ауду в свою собственную семью и предложить сочетаться с священными узами брака со своей дочерью, принцессой Лейлой. Подпиши вот здесь. Подписывай. Сим, объявляю предыдущий договор между родом Амара и родом Несиба аннулированным. Давайте прочитаем Суру Аль-Фатиха. Суру Аль-Фатиха. Суру Аль-Фатиха. Благодарю. Сколько же времени прошло? Одиннадцать лет. Ты помнишь? Ты был таким необычным, как мальчик из книжки. Хочешь посмотреть, какая я теперь стала? Тебе позволено снять смеячий друг? Специально для тебя я оделась в костюм педуинской девушки. Тебе не нравится? Я вообразить не мог, что ты станешь такой красавицей. Принцесса, разве не видишь, что это ловушка? Ловушка? Почему? Твой отец хочет, чтобы мы поженились. Я перестану быть заложником и развяжу ему руки для войны с моим отцом. Это будет не свадьба, это будет объявление войны. Я мог вернуться в Салмаах. Должен был вернуться, как посланник Несиба. Кто лучше меня смог бы поговорить с моим отцом? Почему об этом никто не подумал? Они меня не видят. А если мы поженимся, пространства для манёвра уже не будет. Разве мы не готовы пожениться? Строго говоря, Это политика, принцесса. Все эти годы я следила за тобой сквозь решётку окна, когда ты входил в библиотеку, нагруженной своими книгами. Такой мудрый и серьёзный. И это политика. Тебя обещали Ибнедрису. Нет. Нет. Никому меня не обещали. Я сама пошла к отцу, и я выбрала тебя. Меня? Почему не Салеха? Салех. У тебя хороший брат. Но для меня он ещё один аравийский принц со своим соколом, боготворящий прошлые времена. Иди сюда. Моя мать выглядывала в это окно, и что она видела? Не меняющийся мир. Ты умный и умеешь чувствовать. Всё правильно, принц Ауда. Смотри, ты в Гареме. Это единственное место на земле, где нам разрешается снять одеяние. Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует... 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 Теперь ты мой сын и муж Лейлы. Я еще не договорил. Скажи Амару, что мне не нужна война, но я и не бегу от нее. И на этот раз они вместе со мной. Ты можешь ехать. Моя дочь просит позволения подъехать вместе с мужем к вороту. Она еще ни разу в жизни не сидела в автомобиле. СМЕХ 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 КОНЕЦ 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 Девушки отдыхают. Вы помните эти места, принц? Не помню. Мой повелитель, ваш сын здесь. Девушки отдыхают. Салех? На самом деле я Ауда, отец. Ауда. Да пребудет с тобой мир. Ауда, конечно. Прости, много лет прошло. Да. Пятнадцать. Так много? Ты уже мужчина. Хвала Аллаху. А где Салех? Его с нами больше нет. Почему? Где он? Он отдал себя на милость Аллаха, отец. Убил своих стражей, и его самого убили. Убил стражей зачем? Он сбежал, когда делегация вернулась из Аллаха. А тебе, выходит, не удалось сбежать? Я прибыл сюда как посланник. Чей посланник? Я посланник мира, надеюсь. Поэтому ты приехал с солдатами Несиби? На машине неверных? Эмир, это просто был самый удобный вариант. И советники Несиби говорят за тебя? Ваши два рода едины теперь, Ваше Величество. Я женился на Лэле, отец. Женился на дочери Несиби, хотя они убили твоего брата? Отец, позволь мне все объяснить. Ты объяснишь. Обязательно. Но эти люди пусть вернутся в хобейку, потому что мои законы гостеприимства не распространяются на убийц моего сына. Простите, принцесса. Ничего. Латифа, сыграй что-нибудь про любовь. Вас убили бы, откажись, от этой свадьбы? Думаю, некоторые люди говорили Несибу, что без меня у него будет больше свободы действий. Согласно принципу «такие», который дает мусульманину право на обман, если его жизнь в опасности, вы оправданы. Вы должны отпустить на волю раба или, если не можете этого сделать, поститься три дня. И три раза повторить. Я развожусь с тобой, Лайла, дочь Несиба. И вы от нее избавитесь. Спасибо за совет, почтеннейший. Значит, ты пришел как посланник мира. Неудачный выбор слов. Конечно. Потому что вероломство проявлено к нам. Но именно мы соблюдали перемирие. Хотя моя армия пополнилась, и племена рвались на юг, чтобы мстить, я их удерживал. Почему? Потому что я дал слово. Желтый пояс не принадлежит никому. Но теперь ваши руки развязаны. Эта война угодна Аллаху. Можно сказать? Выслушаем моего сына. Отец всегда призывал меня читать Коран. И я удивлен, что достойные хранители веры единогласно призывают к войне, в то время как священная книга недвусмысленно ее осуждает. Вторая сура, Эмир, напротив, рекомендует нам защищаться от неверных. Нет, нет. Вторая сура позволяет защищаться от неверных, стремящихся к нашему уничтожению. Это другое. Именно! Эти иностранцы стремятся нас уничтожить! Что, приезжали сюда и угрожали? Неверные представляют угрозу для мусульман. А не угроза для мусульман! Не следует считать другом того, кто не принадлежит к твоему народу! Нефть не угодно Аллаху! Ведь для ее добычи нужны неверные! То есть вы вообще против нефти? А зачем она? Чтобы могли ездить машины неверных? Ездить машины неверных! На каких машинах ездят арабы? На верблюда! На верблюда! На верблюда! На верблюда! На верблюда! Я могу задать один вопрос. Только один. Если Аллах не хотел давать нефть арабам, почему она в их земле? Если бы он хотел, чтобы арабы ею пользовались, так и сказал бы в Коране. Так и сказал бы в Коране! Но он и не запретил этого в Коране. Он поместил нефть в землю, дабы ее богатство могло улучшить нашу жизнь. Самое главное – вечная жизнь на небесах. Жизнь на земле не следует улучшать, ибо она – лишь мимолетная радость. Важно, что будет потом! А очки на вашем носу – это не грех? Разве они не улучшают вашу жизнь? Нет, Эмир. Они позволяют мне видеть слова священного Корана еще яснее и ярче. Слава Богу! Победащища неверных! Ты же мусульманин! Не доедите на него во войну! Саламу алейкум. Вы один? Да, к несчастью, да. Мне очень жаль. Султан Амар не отпустил своего сына. Принц Ауда остался у своего отца. Ибн Идрис, могу я рассчитывать на ваше заступничество? Брать пришел! Откройте! Помнишь, как ты учил меня молиться? Я был ростом с твой меч. Скажи, я не прав, что приехал сюда. Мне написано на роду зарабатывать на жизнь войной. Но я ни разу не видел, чтобы кто-то на этом разбогател. Проходи. Добрый вечер, доктор. Мне что-то не здоровится. Вы не могли бы описать свои симптомы чуть менее общими терминами? Меня лихорадит. Сердце колотится. Голова, кажется, сейчас взорвется. Закатайте рукав. Да, я знаю, что вас беспокоит. Что? Сигарету? Это у вас приступы по хондрии. Нет, что вы. Именно так. Не имеется вашему разуму, а не телу. Вы могли бы побольше его поупражнять. Доктор, у меня действительно болит тело. Это соматика. Проявление бури в вашем рассудке. А если вам удастся успокоить душу, симптомы уйдут. Что к лучшему, потому что будет с вами что-то не в порядке, я не смог бы прописать ничего полезного. Большинство лекарств в Салмахе запрещены. Лекарства запрещены? Да. Почему? Почему? Товар импортный. Следовательно, дело рук шайтана. Все уважаемые богословы, советники нашего султана так говорят. Вы же с ними встречались? Они упустили маленькую деталь, а именно то, что пророк сказал, пользуйтесь лекарствами, ибо Аллах не сотворил ни одной болезни, которая бы не назначила свое лекарство. Не считая старости, они кормят этим султана, и он заглотил Карам целиком. А пищеварения у старика уже нету. Желаю вам избежать этого. Постойте, доктор. Как вас зовут? Али. Али Ибнамар. Наименее любимый сын султана. И излюбленный козел отпущения! Вы братья? Болезнь не затронула вашу дедукцию. Да, братья, но от разных матерей. Моя была лицом поприятнее. Но если спросить отца, то он скажет, что вы единственный сын. Поскольку Салях мертв и вознесся в райские кущи в окружении девственницы, а я просто не в счет, то однажды все это станет вашим. Только не тратьте все это одним махом. А почему вы не в счет? Просто я имею собственное мнение, а это в Салмаахе не модно. Лишь слепое повиновение. Остерегайся нашего отца. Он единственный из известных мне политиков, предпочитающий пустую казну полной. Странный соблазн. Ты хорошо говорил вчера. Я отвык от голоса молодого поколения. Я отпустил вас с Саляхом слишком рано. Проходи, садись. Отец, я пришел с вопросом. Несип предлагал вернуть Салеха и меня. Почему ты не согласился? Я объясню тебе, почему. Когда мне предложили 5% от доходов в желтом поясе, я сказал нет. Они подняли до 30% и предложили, как же они выразились, и вас в придачу. Понимаешь, когда я вернулся после поражения в пустыне 15 лет назад и сказал твоей матери, что мне пришлось оставить вас с Саляхом заложниками, она стала, как птица, которой больше не хотелось петь. Она ушла к себе в комнату, повернулась лицом к стене, а через 6 недель ее не стало. Ваша жизнь бесценна для нее и для меня. Устанавливать за вас цену значило бы покрыть позором ее память. Потому что, сын мой, все, что видишь в этой комнате, было добыто кровью или любовью, но не деньгами. Потому что все, что можно купить, не имеет ценности. Отец, я приехал предупредить тебя. У Несиба – обученная армия. Они стоят по всей северной дороге с современным оружием. Он становится богаче с каждой минуты и уже объединил южные племена. Даже у бедного Несиба хватало денег на пулеметы. Но тот, кто верит лишь в силу оружия, очень плохой воин. Что до южных племен они с большей радостью гуляют на свадьбах, нежели выбирают, за кого воевать. Кстати, я любил делать вот так, когда вы были еще маленькими, помнишь? Я говорил, что могу заглянуть прямо в ваши души. Так что скажи мне правду. Ты хочешь аннулировать брак? Нет. Я люблю ее. Правда. Знаешь, сын мой, величайший дар в жизни мужчины – это любовь. Хасан! Да, Эмир. Отправляйся в Хабейку. Скажи Несибу, что мой сын смягчил мое сердце. И дабы отпраздновать объединение наших родов, я предлагаю мирно встретиться в первый день на Волуне. Отец, вчера доктор сказал… Ах, он человек желчный. Шутник. Он сказал, он мой брат. У каждой реки есть свои притоки. В свете недавнего объединения ваших родов, его величество Амар готов простить вам незаконное присвоение желтого пояса. Угу. Это все? Он предлагает вернуться к первоначальным условиям, в которых вы поклялись, призвав Аллаха в свидетели, что желтый пояс не принадлежит ни роду Амара, ни роду Несиба. Ты закончил? Нет. Его величество желает добавить, что как только неверные вывезут свою технику из желтого пояса, он будет рад прибыть в хобейку на свадебный пир, на который вы, видимо, по досадному просчету забыли его пригласить. Ясно. Я ведь разбил тебя, Хасан Дакхил. Тебя и твоего хозяина. Надо было тогда вас и прикончить. Благодарю. Ваше величество. Хасан Дакхил. Присядь еще на минутку. Ты ведь профессионал. Ты не можешь не понимать, что эту войну для Амара и его рода можно описать тремя словами. Бессмысленно, жестоко и тщетно. Поэтому каждуюven руку можно что это то и и Продолжение следует... Он вторгся на мою землю! Это неправда, он врет! Нет, это ты врешь! Нет, нет, ты врешь! Полагаю, вам следует поставить стены между вашими землями, и тогда я подарю вам обоим павцам. Они приходили и ко мне, эти люди из Техаса, со своими сапогами, шляпами и громкими голосами. Они говорили лишь об одном — о деньгах. Но я ответил им, зачем мне деньги. Я и так благословлен тысячу раз. Моя дорогая жена, как ты, должно быть, уже поняла? Отец никогда не нарушит данного слова. Он удивительный человек, и я не могу дождаться, когда смогу вас познакомить. Мне кажется, нам лучше проводить полгода в Салмаахе, а другие полгода в Хабейке. А где Хасан? Остался в Хабейке. На какое-то время. По соображениям здоровья. Он купил его. Несип купил Хасана и убил Салеха. Истинная отвага. Вот как по звездам должно прокладывать путь свой. А теперь нефть и деньги правят миром. Кто эти люди, отец? Я проветриваю свои тюрьмы, даю им возможность прогуляться. О, так ты всех этих людей выгуливаешь? Да, это моя соломенная армия. Я отвлеку Несипа. Буду махать ею у него перед носом, а нанесу удар в сердце. Ты хорошо знаешь, Несипа. Что он обо мне думает? Что ты человек достойный, но слишком увяз в прошлом. Рухлядь. Если увидят, что я вывел свою армию в пустыню, чтобы пересечь дом Аллаха, Думаешь, он в это поверит? Послать этих людей в дом Аллаха? Они умрут. Лучше умереть ради благородной цели, чем гнить в тюрьме. Так он поверит? Да, поверит. Он подумает, что ты хочешь напасть на желтый пояс. И потому, что это план Рухляди. В этом случае он перебросит людей с северной дороги, чтобы укрепить желтый пояс. Да, это вероятно. Вот именно. И тогда я спущусь по северной дороге и захвачу хабейку. Но как ты спустишься по северной дороге, если будешь в пустыне пересекать дом Аллаха? Нет. Это будешь ты. Что, я? Ты пройдешь дом Аллаха. Не обязательно проходить. Тебя должны увидеть, чтобы привлечь армию Несипа. Я хотел попросить Хасана Дакхила, но ты можешь занять его место. Но это же абсурд. Я приехал сюда просить Амири, а не подменять твоего генерала. Это у тебя в крови. Ты рожден, чтобы править. Ты, следующий султан крепости Салмах, двенадцатый по счету. Мы правим этими землями много веков. А до этого сопровождали пророка. Отец, я стрелял из ружья раз в жизни, и мне чуть плечо не оторвало. Я читаю книги, и они говорят, что моя кровь состоит из воды, протеинов и железа. И если в ней есть что-то еще, то это уверенность, что ты проиграешь эту войну точно так же, как проиграл прошлую. Я принял тебя за другого. Спасибо, что приехал в Салмах. Полагаю, ты обрел лучшего султана и лучшего отца в лице Несиба. Теперь, когда между нами война, советую вернуться к богатству хабейки и объятиям твоей жены. Аллах пусть ведет тебя. «Салмах» «А как можно?» «Я активней» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты привез холодные компрессы? Меньше, чем тебе понадобится Зато я привел тебе замену на случай, если опять захвораешь Не думаю, что заметят подмену Ну, каков наш великий план, генерал? Не скажу, раз ты в этом не участвуешь, прости Как я могу участвовать, если даже не знаю плана? Доктор Али! Султан хочет видеть вас после молитвы Всегда рад вас видеть, о великий султан Лучше сказать, отец Обязательно нужна эта издевка Так легче Легче? Чем говорить о наших истинных чувствах И каковы твои истинные чувства? Мне жаль, что я не могу быть таким, каким бы ты хотел Посиди со мной Я тут подумал Если бы Аллах не желал лекарств Он не поселил бы на земле таких, как ты Так что, когда вернешься Будь добр, принеси мне опять свой план Спасибо, отец Я могу на тебя положиться? Разумеется Присмотри за Аудой Думал, возненавижу его Но нет Он напоминает молодую Саву Проницательность скрывается за моргающими глазами Продолжение следует... 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 Ай! А-а-а! Черт! Море. О боже. Вы должны выйти к морю. Черт, не удовольствуйте. Найдёте воду. Она в море. Она в море. Конечно, конечно. Ничего. Я вырос вместе с Ним. Женат на его сестре. Мне очень жаль, Эмир. Такова воля Аллаха. Аллах ненавидит то, что мы делаем друг с другом. Ненавидит! Аллах великий, Эмир. Такова его воля. Надо уходить отсюда, Эмир. Теперь Несиб возьмётся за нас по-настоящему. Он прав. Несиб пошлёт самолёт и нас выследит. Так это и есть война. Об этом эпические поэмы. Да. Но больше всего пугает то, как хорошо у тебя получается. Всё, что осталось от армии, отправьте в жёлтый пояс. Не уверен, что это мудрое решение. Я послал мои броневики. Я послал лучший самолёт собственным сыном. Никто не вернулся из этого места. Какие нужны доказательства? Хочешь сам отправиться в дом Аллаха и поискать Амара? Пошли. Откуда ты знаешь? Мои шпионы видели, как он выезжал из Салмааха. Рядом с отцом. Вот откуда. Он сделал свой выбор. Он служит убийце твоего брата. Но ты убил Салеха. Я не убивал Салеха. Он случайно погиб. Этот подон Акауда предал тебя точно так же, как меня. Он ничем не отличается от Амара. Скажи, как написано в Коране. В Коране есть много высказываний на самые разные темы. Про развод, кретин. Развод? Аллах всегда против этого. За исключением случаев, когда муж ужасно себя ведет. Если он перебегает во вражескую армию и выступает против своей семьи, тогда... Тогда жена может снять с себя узы брака, если трижды повторит, я развожусь. С Салдой, сыном Амара. Иди сюда. Давай. Повторяй три раза. Я, Лейла, дочь Несиба, развожусь с Аудой, сыном Амара. Говори. Я отказываюсь. Отказываешься? Если Ауда пошел вместе с отцом, значит, у него не было выбора. Отец, он самый мирный человек, которого можно представить. Мирный человек? Да. Он такой же, как его отец. А на самом деле хуже, потому что Амар просто упертый безумец. Хорошо. Хорошо. Ослушайся меня. Какой смысл разводиться с трупом? А? Трупом? Закоренелые преступники. Так называл вас мой отец. Он говорил, вы опасные люди. И он был прав. Вы и есть опасные люди. Но это не ваша война. Вы вольны уйти. А как насчет воды? Все, что осталось, мы разделим с вами. А куда пойдете вы? На восток. К морю. Там нас искать не станут. Я пойду с тобой. Мы пойдем с тобой. К Мирный. Вーze же, тыand? Субтитры создавал DimaTorzok Если это дом Аллаха, то он в отлучке Я уверен, что погонщик был прав Мы найдем воду у моря Кто ее даст? Рыбаки Торговцы На берегу всегда кто-нибудь есть Пожалуйста Воды Маляр Маляр Моря Смотрите! Моря! Не пейте морскую воду! Не пейте! Не пейте эту воду! Не пейте из моря! Не пейте морскую воду! Стоит попадет вам в кровь и убьет вас! Не пейте морскую воду! Не пейте! Она соленая, ты умрешь! Просто спасите губы! Где ты? Альглуи, талиб! Пройдите вдоль берега, посмотрите, что там можно найти. Хорошо. Ма! Ма! Там ничего, Эмир. Пошли! Знаешь, выход к морю был выбором между смертью неизбежной и смертью вероятной. Теперь вероятная смерть становится неизбежной. Ваше величество, очень скоро у нас начнут распухать языки. Потом мы будем очень странно себя вести, а потом мы всё сням. Хотелось бы умереть без этого непонятного шума. Правильно. Правильно. Он сказал, погонщик сказал, что вода будет прямо в море. Он не говорил о море. В море! Это родник! Подводный ключ! Как на вкус? Солёная. Это не пресная вода. Показать надо у самого истока. Есть! Есть! Пресная! Это пресная вода! Мångен... Ситуальника Justine. Держись с foods. Они рождесят грехную воду в море! Тогда и приходят. Олядь, догонятьă! Зी, ты, не сاطрена. Присл miteinander. Сначала рот на мочи. Пей медленно. Медленно. Я знал, что верблюды нам отомстят. Они больше не хотят нас носить. Мы их носим. Это племя Бенесири. Оно славится верблюдами. Мародёры. Преступники. Известные работорговцы. Талиб, дождись, пока все здесь соберутся, и тогда... Это не Аума. Это Ауд. Предупредите людей не сива. Пусть поторопятся. Быстро, быстро. Ас-саляму алейкум. Добро пожаловать. Спасибо, шейх. Приветствую, принц Ауду ибн Амар. Сын Бей Аль Курси и Салма. Ты слишком велик для моего простого шатра бедуина. Как я могу отказать сыну столь достойных отцов? Ты можешь взять столько верблюдов, сколько захочешь. Но одно условие. Ты должен попить с нами кофе. Аллах существует. Видишь ли, принц Ауду, когда начинают молоть кофе, каждый может прийти. Здравствуйте. Если мне не изменяет память, ты присутствовал на моей свадьбе. Вот сувенир с того великого дня. Иди сюда. Иди сюда. Глупая девчонка! Глупая девчонка! Дура! Я вижу, Бенни, Сири, палок не жалеют. Она не нашего племени. Она из Замири. Добычи после набега. Да. Замири не умеют держать своих женщин. Они разъезжают, как мужчины, без щадры. Я хочу ее купить. Она не продается. Конечно, нет. Мой отец, твой султан, говорит, что настоящие ценные вещи нельзя купить. Да, он прав. Поменяемся. Это кольцо моей матери. Ее звали Замира. Она была принцессой у Замири. И она ездила без щадры. Она не продается, Ауда, сын той Замиры, которая стала рабыней Амара. Ты совершаешь ошибку. Это ты совершил ошибку, покинув библиотеку в Ходейке. Ауда раб с нежными руками. Это мужская игра. Неси прошел от горизонта до горизонта сундуком золота для всех племен. Мы соперничаем друг с другом, чтобы первым отрезать тебе голову и принести ее Ибн-Идрису, который, я слышал, обещан твоей жене. Сядь со мной. Нет. Знаешь, все ценное добывается. Кровью или любовью. Что ты хочешь добыть? Любовью или кровью? Ауда раб с нежными руками. Ты окружен! Нет. По-моему, ты. Ага. Всем привет! Отрежь мне голову. Забрать у них оружие. Можно взглянуть на часы? Благодарю. Надо будет как-нибудь попить кофе. На колени! Из какого ты племени? Банихалид. Ахмед, проследи, чтобы ее сопроводили. Я из племени Джонфиди. Я племеница из Рахмиди. Я из Джонфиди. Я тоже был заложником. Отныне с захватом рабов и заложников покончено навсегда. Я знаю, каково это. Эмир, этот старый пес сказал правду. Только племя Замири отказалось от золота Несиба. Все, что я знаю о золоте, это что его ценность вечно меняется. Я отведу тебя к моему народу. Тебе нужна помощь. Они забрали все! Клянусь всемогущим Аллахом, я обязательно отомщу этому сыну, сучке Замиры. Расскажи мне о моей матери. Она была похожа на тебя? Нет. Она была благородная. Умела читать и писать. Ауда научит тебя читать и писать. Мой брат станет реформатором, а я буду его министром здравоохранения и образования. А может, еще чего? Твой отец обещал стоять за нас вечно, когда женился на нашей Замире. Но с тех пор мы его не видели. Узнаю отца. Видишь, они ездят как мужчины. Ауда! 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 Назад! Вы убили мира! Что вы творите? Вы же друзья! Мы освободили ваших людей! Не дышит. Ауда! Назад! Не мешайте! Безмозглые! Вы убили его! Я застрелил Амара! Клятва отступника! Да! Ты застрелил! Ауда ибн Амара! Ибн Замира! Сына Замиры? Но почему он одет, как Амар? Мой брат не мог умереть. Наши мир мёрт! Наши мир мёрт! Абдам умерт! Капитан! 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 Принц Алудах в лагере Бен-Иссири! Вон там! Ауда, ты меня слышишь? Слышишь? Ауда, ты слышишь меня? Слышишь меня? Я жив. Я был там, и... Это называется мордпутатива. Бывает после травмы головы и сопровождается всеми признаками смерти. Вот почему на западе хоронят человека на третьи сутки, а он ждет восхода Луны. Оставьте воды для брата! Мне рассказывали, что принц нашей крови за мир и вернется к нам из мертвых под знаменем пророка. Наш Ауда Махди! Наш Ауда Махди! Наш Ауда Махди! Он живой! Дайте ему вздохнуть! Разойдитесь! Хочешь пить? Выпей воду. Выпей это. Ладно, отойдите назад! Освободите его место! Что вы кричат? Али, я не Махди. Скажи им, как это называется. Наш маленький секрет! Я не Махди! Я не Махди! Прячьтесь! Разбегайте! 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 Постел дистанции в Superintendent Продолжение следует... Пробую, мой сломан. Пробую, могут. Затана! Затана! Багогомοι не ранило! Это чудо! Никого не ранило! Поехали! Всё не так страшно. Диагноз я поставлю сам. Спасибо. Боля прошла насквозь и вышла через левую лопатку, которая раздроблена. Но, кажется, проблема в перебитой аорте. Я захлёбываю собственной кровью. Надо говорить. Мне труднее молчать. Али, прошу, подчинись воле Аллаха. Вы поцеловать ногу, которая меня раздавила? Холодно, обними. Я боюсь тёмноты. Я здесь. Все эти девственницы. Когда ты окажешься там, и ангел спросит тебя, кто твой Бог? Что ты скажешь? Аллах. Аллах. А когда спросят, кто его посланник? Прошу, Али. Пожалуйста. Мухаммед. А когда придёт ангел и спросит, какой ты веры, Али, что ты ответишь? Ислам. Да. Брат мой. Брат мой. Обещай перевернуть эту шахматную доску. Али, прости! Али, прости! Эли, прости! Али, прости! Продолжение следует... Продолжение следует... Да. Продолжение следует... Мы окружены. Знаю. Я их видел. У нас есть варианты? Да, есть. Ты можешь забрать, что хочешь. Только пощади хобейку. Мои сыновья мертвы. Как и Тарик. Я сожалею об этом. Мне нужно от тебя соблюдение условий, согласованных 15 лет назад. И все? И все. Мне говорили, что тебя нет в доме Аллаха. Но я знал, что ты там. А потом... Ты свернул к северной дороге, зная, что я переброшу подкрепление в желтый пояс. Это мастерский ход. Но в пустыне меня не было. Ну... Там кто-то есть? Кто же? Нам какие-то всадники. Кто вы? Мы из племени Беннисадор. Ты вернул нам мое возлюбленное дитя. Наши ружья, твои ружья. Знаешь, куда мы идем? Мы пойдем за тобой, даже в ад. Хорошо. Эй, вы! Ушли дайте оттуда! Оружие оставить! Выключайте все эти штуки. Сейчас. Выключайте! Выключайте! Прочь! Вы! Спускайтесь оттуда! Быстрее! Ау, да. Хвала Аллаху! Я думал, ты погиб. Ни один сын не сделал бы больше, чем ты. Ходили слухи. Ты собрал некоторые из южных племен? Я собрал не некоторые. Я собрал все племена. Мерзавец. Мерзавец. Махди. Он же библиотекарь, бога ради. Что тебе нужно? Я забираю желтый пояс. Нельзя. Я дал слово. Не тебе это решать. Желтый пояс не твой. Чей же он тогда? Твой? Он принадлежит им. А. И с этими людьми ты собираешься построить новую страну? Сегодня они с тобой, но одному Аллаху известно, с кем пойдут завтра. Сейчас они готовы умереть за меня. А когда умирать будет, не надо. Тогда что? Ты подчинишь американцев своей воле? Я поступлю правильно. Построю больницы, школы. НИСИП строит школы. НИСИП строит больницы. Это мишура, который засыпают нас, иностранцы, будто мы содержанки. Они никогда не уйдут. Их будет все больше и больше, и они построят тысячу таких мест. Потому что их мучает жажда, которую невозможно удалить. И даже если они... Если они уйдут когда-нибудь, мы не узнаем самих себя. А сейчас твоя армия должна сдаться мне. Ауда, я всегда просил вас с Алихом об одной вещи. Читать Коран? Тогда ты помнишь, что есть лишь один случай, когда сын может ослушаться отца. Ты можешь сказать, какой? Если ты попросишь не верить в Аллаха. Я об этом прошу тебя. Ауда, я поклялся убить тебя. Отец! Вот, 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 вот! Месть! Кто это сделал? Этот старый болван шейх Бенни-Сири! Ты хороший мальчик. Хороший мальчик. Теперь они нападут. Занять свои позиции! Огонь! В атаку! Огонь! 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 Сюда! Назад! Назад! К вышкам! Назад! К вышкам! Назад! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хауга! Иди сюда, сын, сучки-завиры! Ты мне учился пихтовать! В библиотеке! Лапа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты не можешь явиться к своей принцессе в таком виде? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты права. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Замири кочевое племя. Может, еще встретимся в пустыне? Мужчины и женщины всегда рядом. Как вода и жажда. Когда они встречаются, то становятся одним целым. А по-одиночке они никто. Ха-ха-ха! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Магруф. Останови ее. Вы уверены, Эмир? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СТООЙ! Повернуться спинами! Все повернуться спинами! Отведите глаза от женщин! Всем смотреть на горы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой мальчик из книжки. И с бородой. Скоро ее не будет? Нет. Нет, оставь. С ней ты красавец. Ауда, слова... Бессильно передать ту печаль, что я чувствую. Из-за кончин этого... нашего отца. У меня есть для тебя новость. Хоть мы и потеряли жизнь. Кажется, мы можем обрести другую. Отец ждет. Он обеспокоен, что хобейку... Я пристрелю того, кто причинит зло городу или его жителям. А... мой отец. Мой отец. Ахмад! 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 Осторожно. Бог, кого мы нашли в самой глубокой дыре в хобейке. Я не предавал твоего отца. Никогда. Знаю, Хасан. Освободите. Убейте. Ищи его. Ищи его. Ищи его. Ищи предатель. Ищи предатель. Убейте его. Убейте его или он нас убил. Надо было почаще приходить сюда. Ты прекрасно сыграл. Вначале мы недооценили тебя, а потом стало поздно. Я стоял на плечах других. Скромный человек это человек... Который хочет похвалы дважды. Я хотел предложить тебе свою саблю. Но потом увидел гравировку от ваших друзей из Тексенойл. Да. Это несколько убавляет величия. Сядь. Благодарю. Я отрекся в пользу Лайвы. И как наследник отца ты можешь объединить два султаната. Как бы ты хотел поступить с желтым поясом? Уважим пожелания отца? Да упокоится мой отец вместе с Али и с Олехом. Лично я не против иностранцев. Я думаю, им есть что нам показать, а нам есть чему их научить. А я? Как ты хочешь поступить со мной? А как бы ты? я бы убил. Тотчас. У меня есть идея получше. Только не тюрьма. Тюрьму я не вынесу. Если я чему-то научился в пустыне, так это не тратить ничего зря. Я отправлю тебя в Хьюстон заседать в совете Texan Oil, представлять нас. Я не знаю человека более хитрого, чтобы отстаивать наши интересы. они тебя заслуживают. А теперь оставь меня. Да. Тюрьму я не знаю человека. А он парень толковый. Грамотный. Отличная сделка. Спасибо, спасибо вам, Эмир. Да дарует вам долгую жизнь. Скажи, пусть завтра приходят. Ты можешь вообразить яхту в пустыне? Зачем она им нужна? Он так бьет ножками. По-моему, ему не терпится выйти и помочь своему отцу. Не торопись-то. Побудь на месте. Фильм дублирован студией «Бифагор» по заказу компании «Вест» в 2011 году. Режиссер дубляжа Ярослава Турылева. Звукорежиссеры Михаил Борисов, Леонид Драгедов. Русский синхронный текст Андрей Водостой, Александр Новиков. Ассистент режиссера Ирина Веникова. Роли дублировали Всеволод Кузнецов, Николай Быстров, Василий Дохненко, Диамид Виноградов, Анастасия Нестеренко, Вячеслав Баранов, Вероника Саркисова, Александр Новиков, Иван Жанков, Валерий Сторожек, Петр Ивашенко, Александр Носков, Петр Табелевич, Василий Стоноженко, Александр Гаврилин и другие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok